ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Атмосфера на этом турнире всегда очень приятная, потому что Петр Анатольевич был очень великий человек, я его лично знал, всегда перед каждым крупным боем он меня поддерживал, подсказывал, мне помогал. Для меня это большая честь драться на турнире в честь памяти Петра Анатольевича. В перерыве между поединками прошло торжественное открытие соревнований. Почтить память известного тренера и поддержать участников соревнований пришло более десятка почетных гостей. Среди них первый заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Иван Колесник и начальник Омской Академии МВД России Сергей Буряков. Проводя турниры памяти Петра Анатольевича, мы рассказываем о тех хороших традициях, которые складываются в Академии МВД России, которые находятся у нас здесь, в Омской области, именно по развитию единоборств, по воспитанию волевых качеств, по именно воспитанию мужества в ребятах, спортсменах. Однозначно турниру быть, турниру расти и будем выводить его на новый, более высокий уровень. Петр Анатольевич Кочетов воспитал большое количество титулованных спортсменов по рукопашному бою. Фактически его воспитанники являлись победителями международных и всероссийских соревнований. Сегодня его воспитанники работают в нашем образовательном учреждении уже на кафедре физической подготовки и продолжают начатое им дело. Я очень надеюсь, что работа, которую начал Петр Анатольевич, продолжится в стенах нашей образовательной организации. Мы еще увидим очень много известных спортсменов. Бойцы продемонстрировали высокий уровень физической и технико-тактической подготовки. В пяти возрастных категориях турнира «Золото» выиграли бойцы 17 команд. Лидеры по числу побед – спортсмены клуба «Десантник», спортивная школа номер 28. Бойцы завоевали 14 золотых медалей, пять из них в старшей возрастной категории. Главная задача – нужно было завоевать первых технических, от него уже отталкиваться, можно сказать, завестись просто. И все, его как попало. Соперник кинул ногу, я прихватил его, перевел. Он начал опять отворачиваться, я в этот момент успел забрать шею, заправить ноги. Семь золотых медалей завоевали рукопашники спортивной школы Олимпийского резерва номер 17. Три главных награды в старшей группе выиграли курсанты Омской академии МВД России. Одну из медалей завоевала Дарья Копыльцова, спортсменка-победительница всероссийских соревнований по каратэ, а сейчас успешно выступает сразу в двух видах спорта. Прошлый опыт из каратэ мне помог в рукопашном бое. Сама тактика выполнения такая же броска, но подготовка броска и само исполнение его уже после самого падения, оно больше развитое и по правилам больше есть возможности выполнения. Все отличившиеся омские спортсмены представят наш регион во всероссийских соревнованиях.